и мы начинаем привет всем привет всем мы должны просто сказать сделать вот так как будто мы разговариваем извини ладно я буду тихо такие все такие обновлять свои экраны они такие думают они как голод может у них что-то зависло добро пожаловать всем на этот эпизод истории изменений где у нас потрясающий специальный гость доктор дэнки один моих любимых людей в мире да я была достаточно умный и удачливый чтобы выбрать его как старшего брата и он пригласил меня на этот день при отручении суицида действительно пожалуйста я восхищаюсь собой моя сладенькая сестренка мы привет всем мы сейчас обсуждали чего мы начнем мне нравится тут много людей уже я следовала с тобой весь день такое как energizer девчим иначе не можешь поделиться сегодня с которой осознанностью что это такое быть осознанным одни типа такого что происходит о да абсолютно интересно потому что я испытываю это последние 7 лет очень динамично одна из вещей которые происходят мы привносим осознанность по поводу этого во весь мир и вы начинаете быть осознанны и другие начинают быть осознанным об этом вы можете чувствовать это своем теле и думать что это ваша эта часть осознанности и сэр поместила в одной из частях то что можете поспособствовать моему телу потому что у меня в теле вот это вот это вот это вот это вот это я увидел это сообщение и говорю всемирный день предотвращения суицида это происходит для меня 7 лет уже даже иногда за 6-5 дней до этого потому что это обычно я там один фейсбук прямой эфир или интервью и все это и это этот уровень осознанности любой момент когда мы привносим осознанность куда-то запрашивая реальность мы становимся более осознанными с этим потому что многие такие идут в истории об этом сопротивление этому то место где они там справлялись какой-то своей такой ситуации вам необходимо осознать что это если не ваше что если вы просто осознанны о многих людей по поводу того что происходит у других в эти времена и ты знаешь последние несколько дней особенно сегодня шейла моя дочка приметница приметница дэйма было так интересно она мне написала что вот это то где инструменты приглашают нас как родители признавать это осознанность как даже у нас есть маленькие эти дети они такие продолжайте их взаимодействовать и я хочу спросить когда ты впервые осознала то что ты настолько другой что это было что это было мы говорим про то что другой или осознанность можем это и другое пожалуйста можем давайте посмотрим другим я понял это очень маленьком возрасте и я думал что это неправильность какая-то я осознал что она с определенного градуса мы 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 создаем вместе мы создаем очень много места неважно что происходит вокруг мы создаем наше реальность чтобы создавать будущее и жизнь для которой мы хотели бы здесь быть и возможно это скорее другого времени но для меня когда я был маленьким ребенком маленький белый мальчик вы смотрите меня как будто я мужчина белый да ладно я просто шучу в гетто где я жил своей мамой я был единственный человек своего цвета буквально моя мама и и я были единственными двумя белыми лицами там я даже не замечала так сильно и с определенного момента когда мы начинаем начинать пока не получал какие-то штуки по поводу того что я другого цвета все мои друзья были латиноамериканцы черные изо всех разных культур и этнических групп и я даже не осознавал что мы разные мы просто были друзьями до 8 лет когда один из моих друзей пришел с кузеном и тот кузен ударил мне он такой что ты делаешь здесь и такой ну я живу здесь и это действительно где я догнал где люди пытаются ограничивать те кто отличаются я прибежал домой и ханки а милый она такая это то где я осознал что я другой и и это действительно никогда не было реальным для меня это по-другому потому что вы являетесь другого цвета и вы я понял это и все это есть это иногда это увеличивает напряжение в мире по этому поводу эта штука где мы осознаем что никто из нас не видит друг друга как что-то другое пока мы не поговорим об этом и людей которые будут осуждать их за эту разницу и разница есть еще про разделение и отличие когда была маленькая будучи твоей сестрой ты всегда как бы притягивал людей к себе я была маленький ребёнок я с тобой ползала по лестнице я хотела что ты меня взял когда ты ходил на свидание и я там однажды я пришел на три минуты позже домой то отец орал на меня и это интересно и интересно так же что я помню я сидела там и на окошке смотрела когда ты придешь домой я тебя там любила так сильно что ревновала тем девушкам с которым ты был теперь я знаю что ты просто это магнит которым ты являлся и разница это приглашение о котором мы говорили сегодня много на многих интервью что если каждая неправильно что вы думали это ваша сила и этот вопрос действительно открывает столько для меня что я другая что я теперь я разделяюсь значит я неправильно да прежде дай мне отметить что ты говоришь что магнетизм я не знал этого про магнетизм я действительно не осознавал этого не замечал пока не начал заниматься аксессом и гэри основатель отметил это и такой и это мне потребовалось несколько лет чтобы признать это для меня это звучит там высокомерное и это то что мы делаем с нашей отличием мы находим некоторый способ чтобы судить и минимизировать это вместо того чтобы признать что мы являемся уникальным подарком который здесь в этом мире и многие люди прячут этот подарок потому что они были так осуждены что они были неправильны на их насиловали по этому поводу чтобы они не испытывали по поводу это отличие разницы и как это именно так как ты сказал что если это все что ты думала неправильно думали что неправильно вас на самом деле является вашей силой и если вы действительно вы просто отдадите пусть это и осознавать начните осознавать возможно это все не было правдой и дайте я отмечу что правда всегда счастье легко и ложь всегда счастье тяжело то что вам говорили про вас и я чала тяжело это на самом деле не правда мы живем в мире где люди приучены судить с маленького возраста мои друзья никогда не смотрели на меня таким образом типа ты не должен быть здесь потому что ты белый мы просто были мои друзья мы встречались друг друга мы играли друг с другом ну я не приводила свой дом то что у меня там злые люди же элементы они не хотели чтобы кто-то не приходил но после школы мы играли у них дома и у нас была классная дружба и эта штука где вот эта разница когда если ты не судишь что тебя делают это неправильно может позволять вам совершенно другим пространством в мире и жить вашей жизни в другом пространстве когда вы начинаете признавать это вы начинаете быть с собой своими детьми что и ты на самом деле действительно потрясающая мама если ты признаешь эту разницу не нужно пытаться делать их нормальными нормальные это самая худшая штука когда вы пытаетесь кого-то оставить этим стать и так же люди которые другие это те кто давайте посмотрим если бы да винчи там судил себя за сдвг и все эти способности и сумасшедший аппетит исследовать жизнь что что это на самом деле создало бы другое будущее и так же у нас есть вот это великолепные дети которые у них у нас есть великолепные взрослые которые пытались вставить себя как в коробочку нормального иначе они неправильные это начинает с детства как мы учим своих детей правильному неправильному это как будто это то что мы им их должны научить их как родители но это не так если вы хотите чтобы они жили в постоянном состоянии осуждения функционировали только из правильного неправильного хорошего и плохого потому что как гуманоиды потому что это те кто смотрит сейчас все это иначе бы вы это уже выключили у гуманалитов всегда есть постоянное ощущение осуждения думаю что они неправильные они пытаются найти что они могут сделать чтобы не чувствовать себя неправильными и они удивляются почему эти все время себя чувствуют неправильно с самого маленького возраста что я выучил именно что ваш выбор создает неправильный неправильный хороший плохой просто выбор который создает когда ваш единственный выбор это функционировать из плохого правильного неправильного и плохого хорошего тогда вам необходимо установить постоянную систему осуждений чтобы иметь вот этот вот один из примеров который чтобы знать что этот выбор задает например гэри маленькая дочка он пытался потрогать горячую плиту он не говорил ей не делай этого что вы не даете никакой контекст вы вы не делаете их более осознанными вы делаете их больше параноиками и осуждающими мы не даем им ничего потому что они являются осознанными существами это осознанные существа и то что они осознают когда что ты говоришь ей что он ей сказал это если ты сделаешь это ты обожжешься это очень интенсивная энергия была с которой он это сказал она поднесла руку близко к этому почувствовала тепло и убрала но я не буду это делать это вдохновляет что у детей есть выбор если ты делаешь ты обожжешься если вы начнете вдохновлять детей даже признаются те выборы которые они сделали что мы создали создать это и смотреть на людей смотреть что они знают в школе в семье неважно вот это например это произошло и какие выборы им пришлось сделать чтобы это произошло это осознанность когда люди выбирают что то что будет происходить не то что это происходит с ними это они выбрали это это создало такие последствия совершенно меняется это совершенно как есть у меня там убирается все это давление и несколько лет назад мой сын полюджи я позвонила ему и все было для него я просто вот дала ему это все в его руке я говорю это ключи ему дала это твое ты идешь все там я пожалуйста тебе предоставляю все весь выбор ты можешь там идти в колледж или не идти в колледж ты это изменило я игру и это было что ты требуешь от меня у тебя есть вот это мне не нужно это все на себе тащить что делает большинство людей из родителей если вы посмотрите на эти выборы то они осуждают выбор своих детей что как будто бы они будут осуждены как родители я смотрела на это позже это действительно что вы не готовы получить осуждение о том какие у вас ребенок именно так это то где основывается мир основанный на осуждения где покупают то что они должны встроиться в это что родители которые пытаются быть не пытаются быть каким-то неправильным за то что их дети что-то думают делают что абсолютно вообще сумасшествие вся парадигма этого но это не такая большая штука чтобы изменить это нам просто нужно осознать что система сломалась нам необходимо сделать что-то другое чтобы признать это как существа которыми мы являемся и нам необходимо пойти в те места где мы готовы быть осужденными и осознать что это не конец мира это на самом деле начало чего-то большего где мы готовы быть осуждены столько много наших выборов они по поводу того чтобы удостовериться что мы не будем осуждены другими людьми или сами собой и когда мы говорим там про религию и ходить в церковь про твою маму мой отец они там заставляли нас ходили в церковь ты делал это гораздо дольше чем я хорошо что я избавился от этого ладно никаких воздений к тебе если это работало для тебя что они учили церкви даже осуждать свои мысли не только действия о которых мы беспокоились но также мысли и вы задаете систему осуждения в вашем голове это столько всех людей идут суждения по поводу себя мы также признаем есть два типа людей на планете есть гуманоиды которые такие кто желает чего-то другое других возможностей есть кто-то кто все время в суждениях о себе они чувствуют себя неправильными другими с то чем они не являются или что они делают как гуманоиды вы просто всегда чувствуете себя другим даже в группе других гуманоидов почему я здесь не могу встроиться так же потому что не встраиваясь вы и мы это ваш самый крутой подарок что если вы всегда то что вы всегда думали про то что является неправильностью вас на самом деле является вашей правильностью вместо того чтобы смотреть на это и сказать подождите секундочку я не встраиваю свою семью я нет там у меня там все это было даже было другого цвета но это то что происходило я не встраивался в ту семью которая была моего цвета ни религиозные идеи ни суждения все вот это по поводу того чтобы делать что-то все правильно и неправильно что всегда мы делали очень много хреновых вещей но никогда не признавали это мне не нравилась эта система суждений это самая большая штука куда мы не встраиваемся мы как гуманоиды потому что вот эта система суждений на планете которую все считают реальной и люди такие смотрят гуманоиды такие смотрят как вот это идем это как вы считаете это реально мы смотрим на это и говорим вы шутите как это так что все покупают все это это как корона корона убила столько людей сколько простуда но это куплено столькими людьми и штука коммунизм которые смотрят на это они такие как что почему что происходит здесь а другие люди которые ну наоборот которые не желают изменить ничего носят маски в своих машинах так чтобы они не были отравлены и эмилис видела в аэропорту леди у нее пластиковые очки маска у нее волосы были завязаны в пластике чтобы избежать короны я не говорю что корона не существует а корона существует но это не то что нам говорили чем это является то это сумасшедшее все покупают так почему не чувствуете что под этим все там я такой интересный разговор на фейсбук лайве что все могут увидеть я вижу что вы не единственный кто многие из нас мы никогда не были способны найти группу людей что о я странный тоже знаете и мы думали что-то странное что-то это все время и вот это вот а на самом деле определение странным это отчаянный и подарок и все такое не просто говорю это здесь людям столько ощущений свободы позволяет то вот это место что осуждает их настолько сильно чтобы не встроиться просто говорю это недостаточно означает вот также вам необходимо начать признавать что это подарок в том в виде каким это подарком является также быть рядом с другими спональными которые вы находите в акцесс у них есть которые также у вас происходят они не правы они осознали что они являются частью подарки и потом вы такие о у меня то же самое о господи это на самом деле подарок и нам необходима некоторая поддержка от других людей и мы действительно особенно гуманоиды мы не существа которые созданы функционируют в одиночку но также нам не удалось иметь вокруг себя много людей все время даже если это странно на штуку которую вы посмотрите вы не можете поместить эту коробочку так же что мы продолжаем делать мы пытаемся поместить все в коробочку чтобы поместить эту коробочку и прикрепить ярлычок какой-то что правильно что неправильно что хорошо что плохо чтобы могли определить это даже это с одной стороны вы действительно вам требуется людей какое спасение с другой стороны вам не очень нравится быть среди людей вы настолько чувствительны и осознанны в сетьми существуют эмоции и суждения и иногда гораздо легче если вы одни что вы будете с этим вы берете это и вытаскиваете это из коробочки вы осознаете что вам требуется клад и поддержка от людей которые не судят вас и возможно вы проведете много времени одинокий и возможно вы делаете сами собой и это не неправильно и люди которые с вами рядом это не про то что тоже что-то неправильно и вы вы находите то что происходит в голове других людей более ценным и важным для вас чем то что происходит в вашей голове и как это ощутить это например когда вы идете на природу когда вы ощущаете все это как будто у вас груз с плеч ушел и это как раз таки где мы являемся собой нет никаких людей вокруг нас которые думают вот эту энергию растений земли и речек и всего что готово способствовать всему что может получить это есть признание того чем чем мы являемся и как мы можем быть собой больше и это также дает нам вот этот вот контраст между быть этим пространством и легкостью и радостью и этим движением из чего большинство людей функционируют в их осуждающих головах правильным плохим хорошим и пытаются отрезать потому что это иначе и по-другому спасибо тебе большое и мне интересно ты слышал нет мне любопытно у тебя есть запустили акцию в баре да слышал да я сейчас поменяю наушники сделано лучше круто я хочу чтобы ты поговорил больше именно про пространство где-то вы начинаете признавать пространство себя и у многих есть истории которые когда что произошло когда запустили бары и одна одна из историй где Шеннон дала сегодня пост такой маленький листочек с вопросом я хочу пригласить всех к сессии аксесс этим месяцем но также эти вопросы которые спрашивают кто-то может получить сессию бар прямо сейчас какие вопросы которые начали задавать чтобы открываться пространство на которое можно посмотреть по-другому итак давайте поговорим про бары бары потрясающие действительно спасли мою жизнь 20 лет назад я пришел на сессию депрессии и сутидальными мыслями и вышел оттуда с благодарностью за то что я живой смотрел на облака и небо и смотрел это всегда вот так красиво здесь если это так я остаюсь если и у меня длинные истории делать такие мастер-классы книги пытался найти ответ чтобы быть счастливым потому что единственная штука которой я всегда хотел быть с моего детства когда я бы хотела быть счастливым и моя бабушка спросила когда мне было 6 кем ты хочешь быть когда вырастешь я сказала счастливым ты хотел быть доктором мусорщиком или юристом я такой да счастливым пока пока я счастливым кем угодно это была моя цель и я был очень далек от нее 20 лет назад я пытался все запланировать покончить с собой я сделала статья Шенена Хара кто первая дочка Гэри основатель аксесса это забавно я просто смотрю на 20 лет назад и у меня было вот это чувство ощущение феноменальной благодарности за все что изменилось и так же для Шенен которая она была там которая я бы покончила эту жизнь если бы она не проявилась смотреть на это прямо сейчас та штука когда действительно я начала понимать инструмент аксесса когда я использовал например бары делаю что-то что ничего больше на планете это делает нет ничего что делают бары на планете есть много потрясающих штук на планете не отрицаю их тот же но моя моя точка не в том что вы должны делать только аксесс там и просто аксесс очень эффективный и очень легок я просто хочу отметить это если кто-то дослушал до сюда досмотрел ну вот кто-то смотрит и слушает и с этим что бары делают что-то что больше никто не делал что начало растворять электромагнитный компонент мысли чувств эмоций и получается больше ясности и ощущения спокойствия и после сессии она сказала еще одна штука которым мы есть инструменты носить бары еще вот такие инструменты которые мы используем чтобы изменить что-то с носком когда челлендж появляется можешь использовать инструменты и опять становитесь с собой и становится легче она говорит давай дам тебе вот этот инструмент мы только что нашли это и это кому это принадлежит и она написала это от руки это как почерк практически как мой хорошо если вы это разберете и она написала это и погодите у меня там была такая штука и так когда я вернулся домой у меня там был в кармане это все я там все оттуда разгрузил это часто случалось со мной в этом моменте в моей жизни я просыпался настолько в депрессии и чувствовал настолько безнадежным и одиноким и я просто даже не мог создавать будучи которые хотел у меня ничего не работало я был ужасным там целителем бизнесменом и все это количество суждений и после баров это ушло на два дня хорошо и затем я проснулся с этим на третий день после баров я был настолько депрессив а что я делал обычно я лежала плакал буквально потому что я не знал что делать у меня были все эти инструменты и ничто из этого не меняло ничего я также если я думала что если я могу изменить это я лежал в кровати и плакал поэтому сколько мне еще осталось времени что полежать чтобы прежде чем в сайте пойти целить людей быть счастливым доктором и я действительно был настолько по-другому ощущал себе наконец наконец вот это меняло изменилось что-то открыл пространство которое у меня не было до этого у меня было вот это ощущение такое же я посмотрел на часы сколько мне еще времени можно там пострадать полежать и этот желтый там стикер там был около моих часов и там было написано кому это принадлежит я смотрел на эти часы и прочитал эти слова просто и не задавал чисто вопрос я просто кому это все принадлежит и это ушло мгновенно и я такой что все это дерьмо все это гадость все эти слезы все это ушло но я посмотрел огнедился по комнате и Шеннелл он сказал мне эти инструменты действительно работают потому что 90% твоих мыслей чувствуют эмоции не принадлежит тебе и вы можете задавать вопрос как ему это принадлежит на все что у вас в голове три дня и отправлять отправителю с приказной осознанностью если вы делаете три дня вы становитесь ходячей медитацией и так после этого я сделаю это и вы знаете я не знаю что имеют другие люди как что у них было как драматический опыт там и давайте признаем что иногда у меня в голове очень много таких мощных штук хорошая сестра хороший ответ ну может быть у меня есть ощущение что я пошел таким путем что которое мне действительно позволяет знать что я знаю и это изменило столько так быстро я такой о я сделаю это кому это принадлежит три дня во время этого моя бывшая она была там девушкой моей и я ходила на ужин к ее семье это самые тяжелые штуки для меня потому что эти люди настолько осуждающие по поводу всего они пытаются притвориться что это не так я буквально шел и в моей голове не останавливались каждый раз когда менялась энергия когда они что-то говорили потому что все было суждением было тяжело и я буквально говорил это кому это принадлежит кому это принадлежит и вот во время ужина мне кажется я сказал тысячу раз кому это принадлежит кому это принадлежит кому это принадлежит я действительно люблю это действительно это было очень круто в первый раз когда я пришел в дом этих людей и мне стало легче поскольку я вышел оттуда и у меня был парень который у которого валялась спина который приходил ко мне в офис, и вот я, который сказал, и он такой, док, ты не понимаешь, на самом деле, единственная причина, по которой я к тебе хожу, это то, что хоть мне немножко легче становится, я не знал, что с ним делать, на самом деле, у него ничего не проходило, он пришел, и у него было очень больно, и он еле шел, и заняло пять минут, чтобы он расслабился, хотя бы немножко, лежа на спине. Единственная штука, которая проявилась в моей голове, это кому это принадлежит. Это было потрясающе, и я сказала ему, а, кому эта боль принадлежит? И он оттолкнул себя и сказал, а, моей жене! Я такой, вот дерьмо! Этот мужик, который не мог двигаться три секунды назад, это просто снесло мне голод, два, пять. Что произошло? Я пытаюсь рассказать длинную историю очень коротко, потому что у нее, у него, у жены, как раз-таки должна быть, была быть операция с позвоночником, и он сказал, я люблю эту женщину так сильно. И я, когда у него спросил, когда это произошло, он сказал, моя жена, просто, у нее только, на морфине она просто существует. Я просто сказал, что я люблю эту женщину так сильно, я сделаю все, чтобы помочь ей. я сказала это. И следующие несколько недель ей стало лучше. И несколько недель после этого я начал, мне боялась спина. Я думала, что это потому, что я там ударился где-то, но это никогда не стало ни с нас лучше. И теперь это стало настолько больно, что как у нее. И я пришла к тебе, потому что больше ничего не помогало. Я такая, вот дерьмо, я сделал кладу, что и так, что он погнул его точки зрения, где он решил, что он может это сделать, признать его способности целительства, красоту, подарком, которым он являлся, и что у него все эти способности и много признаний, которое произошло. И у него ушло 99% боли. Я говорю это, потому что у меня это, все это происходило. как будто бы мне молотком по голове вселенной стучало. Этот дерьмо работает, расскажи людям. И я здесь, рассказываю людям. Я полностью, понимая, если вы там не понимаете, что это такое, у меня была такая же точка зрения. Я игнорировала, кому это принадлежит до этого момента, пока я не прочитала это. И это приключение 20 лет с аксессом, это постоянное распаковывание, таких вещей, которые, я даже не мог воверить, могли быть возможны, могут быть возможны. И вот это и есть. Это проявляется как красота. Как красота. Я обожаю эту историю каждый раз, потому что еще там больше кусочков собирается. и вы тудаешься инструменты так легко. Вы такие, подождите секундочку, когда они там расскажут что-то. Я сейчас вам дам маленький вопрос, который может изменить очень много. Если у кого-то это есть, это действительно инструмент, действительно очень сильно работает, очень хорошо. Да, это правда. Одна из вещей, о которой я бы поговорила с тобой, это я не знала, как твоя сестра и как тот, кто восхищается с тобой так сильно. Как плохо тебе было, как у тебя были идеи о самоубийстве. И я не знала этого, пока ты не стал делиться этим, что ты хотел это совершить. Я посмотрела на это много раз люди спрашивают меня на классах и все такое. Что? Где эти вещи, которые мы можем создавать иначе, с суицидом, эти мысли, если это не наше? Если это признание нашей осознанности обо всем, что думают другие люди, это значит, что мы суперосознаны и нам не нужно прятать все это. это тема, которые не должны смотреть, мы должны как-то прятать это. Там сколько напряжения в этом. Это открывает вот это пространство, чтобы посмотреть на эти энергии. Не можем посмотреть на это, если мы прячем это. И мой вопрос, где может быть вкладом тот, кто заботится действительно, быть пространством и так далее. Там привет, позвони мне, давай поговорим об этом. Без осуждения всех этих мыслей о суициде. Это именно так, как то, что ты сказал, кому это принадлежит. Если это не твое, это дает вам готовность просто проявить это, показать это. это не про то, что с вами что-то не так лично. Мне нравится этот шаг делать дальше, даже если это ваше. Если вы являетесь этим ужасным человеком, что на самом деле не так, я действительно гарантирую вам, что вы не настолько ужасно, как вы думаете. Везде, где вы решили, что вы ужасный человек, готов все это рассознать, уничтожить, и мы будем использовать не будем использовать ощущение то, что не хочу объяснять вам, ладно, забудьте. Везде, где вы решили, что вы ужасный человек, давайте распродим и уничтожим рейт, вам готов пока он что воспользует меня. И все, что вы несете с собой и убеждены, что это ваше, вы убеждены, что это ваше, должно быть ваше, потому что вы живете с этим так долго, вы проецируете это так долго, вы практически поженились с этим прямо сейчас. Некоторые из вас буквально все это готовы создать им, и так же все, что вы решили, и я отвечу на этот вопрос, давай, давай, давай. Иногда это на самом деле гораздо легче послушать, когда у нас все эти точки зрения, что я сделал, назвал это ощущающее выражение, вы можете найти это declaringstatement.com, кто-то поместит ссылочку там, что это делает, она убирает фиксированные точки зрения, которые у нас есть, мы идем на точку создания, когда это создалось, потому что осознанность, которую вы знаете, и убирать эти точки зрения, чтобы вы могли очистить больше пространства, спасибо, спасибо Виттория. И также все, что вы решили неизменно по поводу этого, и везде, где вы решили, что вы должны как-то быть фундаментально плохим, неправильным, каким-то ужасным, или даже злым человеком, везде, где в вас это когда-либо подумали, даже то, что не могли этого сказать или признать этого, готовы все это рассознать и уничтожить. Все, что вы сделали, чтобы купить невозможность от других людей, особенно прямо сейчас, в этот год, 2020, о, блин, что за год, везде, где вы купили безнадежность других людей, везде, где вы пытаетесь лично исцелить всех людей на этой планете, забирая все это на свои плечи, потому что вы можете, все это готовы создать и уничтожить, помножить на выгодзион. Right, wrong, good, 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 и также, сколько вы осознаны о других людях на этой планете, потому что это проходит через вашу голову, думаете, что это ваше, это нечего, вы не будете покупать это как свое, все о чем вы говорили прямо сейчас, вы думаете, что все это ваше, на самом деле это не ваше, пока вы не спросите, кому это принадлежит, и, может быть, несколько раз это требуется сделать, задать вопрос, когда вы столько это разочарования или суицидальные мысли, злость, грусть, недостаток надежды. Кому это принадлежит? Кому это принадлежит? Кому это принадлежит? Кому это принадлежит? Если легче, вы просто возвращаете всем пославшись, прикрепленные и осознанные. Потом подам Бог все, что заставило вас решить, что это вы. Все, что вы делаете, чтобы вы решили, что это ваше, даже если это не было ваше, но сейчас вы решили, что это так, поэтому теперь это ваше. Все решения, осуждения, вычисления, готовы рассказать и уничтожить. Теперь сколько всего этого происходит, что вы решили ваше, чем это не является. Все это вам нужно будет рассказать и уничтожить. И мой другой вопрос. Что произойдет, если вы отпустите это? Что произойдет, если вы... Дайте мне, для того, чтобы ответить это, есть еще одна штука, которая проявилась впервые. Идет впереди, когда я спрашиваю, что происходит, когда вы это отбросите? Сколько из вас решили, что это ваша работа? Брать это на себя. Если вы не будете, то мир будет страдать. И прекрасные люди, вы являетесь этим миром. И если вы делаете это, мир страдает, потому что вы страдаете. Мир становится лучше и больше от вашей радости, от вашей легкости, от вашего смеха. Все это вам нужно будет расследить и уничтожить. И все импланты-экспланты, вибрационные и виртуальные реальности, от которых вы страдаете, потому что вы постоянно не правы. Готовьте все это расследовать и уничтожить, пожалуйста. И отдать это все Иисусу. Может быть, это было и это и есть это. Просто отдать это Иисусу. Прямо сейчас. Все, что не позволяет вам ощущать возможности, которые, на самом деле, имеют ощущение легкости, и признавать, что вот это, возможно, больше подарок миру, чем страдание. И то, что люди требуются прямо сейчас, это вдохновение, приглашение к возможностям. Они, там, занимались страданием очень долгое время. Нас сделали такое реальным это все. И люди, действительно, им требуется вдохновение и возможности. Все это не позволяет вам признать, что вы можете быть, и что вы были этим. И вот это может быть недостаточно для других людей, чтобы изменить. И это будет достаточно, чтобы вдохновить тех людей, которые действительно желают изменений. Все это вам нужно будет делать расследить. Уничтожить. И так же. Еще одна штука, возможно. Одна из последних штук, возможно, я скажу. Я знаю, как это. У меня есть СВГ, я говорю очень много. Очень много вещей, которые я хочу сказать одновременно. Я поддерживаю это. Мне такой же ген. Да. Мне кажется, ты и другие люди такие, я тоже. Хорошо, извините. Ведь те, где вы решили, что это ваша работа, в одиночку менять мир, и что происходит? Давайте посмотрим. Вы маленький ребенок. И вы знали, что у вас есть какие-то способности, как сделать своих родителей счастливыми. Или изменить страдания. Но если бы они не будут меняться, потому что у них есть своя реальность. Сколько людей изменить свою реальность дольше, чем на один день или на несколько месяцев ради ребенка. Потому что когда у них ребенок вырастает, мы видим, что они работают. Вместо того, что подарком, который они могут способствовать и делать вашу жизнь больше. Если у вас есть способность изменить их, чтобы делать их счастливыми, но они не готовы это выбрать тогда, что вы делаете, вы начинаете обесценивать себя, и вы думаете, что вы не правы. И также вы решили, что у вас нет этой способности быть вдохновением или приглашением, или энергетическим толчком, или протяжкой, что позволяет людей меняться. И единственная способность как будто бы есть у вас только взять это все на свои плечи. И все, что позволяет этому существовать до стекущего момента, готовы создать и уничтожить. И давайте спросим, чтобы это изменилось, потому что это одна из основных мест, где мы обесцениваем себя, наши способности, чтобы приносить изменения. И затем мы верим, что все, что мы должны сделать, это принять на себя боли и страдания. Но я не знаю, как насчет вас, но я брал дохори на боли и страдания других людей. Они никогда не становились счастливыми, они страдали еще больше. Я буквально, я помню, одна, один из моих, моя первая подружка, мне кажется, я была с ней, она была с своей семьей, и я был счастливый, когда пришел домой. И мы такие, у нас некоторые часов позже, там после ужина, я становился меньше и меньше счастливым каждый раз, когда я был с ней, когда мы вернулись домой. Я пытался все это несчастье забрать на себя, чтобы они, наконец, были счастливы. Я забирала все это несчастье, подруга посмотрела на меня, и, почему мы все не можем быть счастливым? Ты такая, ты шутишь, это все твое. Я даже знала это тогда, я был счастлив, до того, как я пришел туда, потом они начали спорить про неправильное там. И я такой, ооо, все, все из вас, кто собирает все это страдание, и они делают себя, вас неправильными, пытаются инвалидировать вас, обесценивать. Вы не можете забрать что-то страдание, единственное, что вы можете сделать, это вдохновить их, отпустить и дать им инструменты, что всегда это то, что мы делаем в акцессе. Все это вам нужно буквально расставить и уничтожить. Right, wrong, good, bad, 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 bad. И я буду запускать чаще выражение. Многие из вас не знают, что это такое. Это там около 15 минут объяснения этого. Возможно, вы чувствуете себя иначе с того момента, как начался этот эфир в Facebook. Я – да. Это то, что это делается, вы просто становитесь другим. И вы даже не знаете, как это происходит, но знаете, мы не делаем что-то для вас. Но чаще выражение, что оно делает, это убирает то, что вы делали для себя, где вы не являетесь собой. И это было… они делали что-то для вас. И еще одна штука, которую вам необходимо осознать, это идея, что то, что делать, то, где вы не являетесь собой. Правда, всегда делает вас легче. Ложь всегда делает вас тяжелее. Где у вас наибольшая тяжесть – это то, где вы купили наибольшую ложь о себе и купили какую-то ложь других людей о себе и так далее. У нас множество инструментов в акцессе, чтобы изменить это. У меня есть сотни видео себя на YouTube. И не знаю, сколько там на Facebook. Я возьму на сотни, еще там, может быть, больше. Это бесплатные разговоры, бесплатные инструменты, где вы, если вы пойдете на accessconsciousness.com slash you're not alone – это ссылка, которую мы упоминали до этого. Где потрясающие практики баров и фатилитаторов по всему миру дарят бесплатные сессии бары в сентябре и в октябре. Как это может быть еще лучше? И мы смотрим делать что-то, чтобы способствовать вам, чтобы заплатить тот подарок, который вы получаете на самом деле. И нам нравится это. Привет, я также хочу поделиться туром осознанности, который ты начал несколько лет назад. Это, вы думаете, что это мой старший брат? Я не занималась осознанностью. Это когда я проснулась однажды и сказала о достаточном страдании, я как бы доказывала, что я могу заниматься реальностью правильно. И там было столько всего. И я не была никогда счастлива. И я выбрала просыпаться каждое утро и за 30 минут до того, как дети просыпаются, и смотреть на YouTube видео Дэйна «Тур осознанности». Просто 30 минут для себя с моей чашкой кофе. Я не говорила это раньше, что это столько для меня изменило. И для меня... И эти бесплатные инструменты, которые вы можете... Я ходила на классы, но было что-то такое. В моем собственном пространстве, в моем... С самим собой, с самой собой, с тобой. Это создало столько много. И выборы, и выборы, и выборы... Начало менять очень много. Если вы просто посмотрите это, это у вас первый раз, или кто-то поделится с вами, или у вас там... Обратите внимание на канал Дэйн, эфир на YouTube. И там есть тур осознанности, который он там делает. 12 лет уже. Что, если вы можете просто получить это пространство из благодарности и щедрости Духа, которым он является, я настолько. Благодарна тебе, чем ты являешься. И спасибо тебе за подарок, которым ты являешься для всего мира. И для меня. И я люблю тебя. Спасибо. Я люблю тебя тоже. И спасибо. И я хочу сказать, когда ты отправила мне это сообщение, мой мир... Мой мир просто осветился так сильно. Мне было настолько... Я был настолько счастлив, потому что я продолжаю предлагать все эти вещи. Потому что есть ощущение, что много стресса, который происходит в твоей жизни. И это интересная вещь, когда вы знаете, что... Когда кто-то что-то делает, и это меняется. Неважно, сколько вы заботитесь о них. Вы не знаете. Не можете заставить их это делать. И ты взяла то, что я говорил там много лет. Возьмите что-то для себя. Делайте это для тебя каждый день. И ты начала смотреть это видео, тур осознанности. Я настолько благодарен, что ты это сделал на своих условиях. И это одна из вещей, которую многие пропускают, признавая, что мы делаем это для себя, на своих условиях. Но я выбираю это, и что бы ни произошло, я на самом деле здесь, кто выбирает это. И для меня я все еще имею ту точку зрения, которая... У меня была в шесть. Я хочу быть счастливым. Я хочу, чтобы все нашли путь туда попасть. Может быть, ваш путь может быть другим, не такой, как моим. Но я такой, ребята, я нашел там ключи от королевства. То есть хочешь прийти поиграть? Вы понимаете, это возможно в этой реальности. Даже сейчас короны, которые будут собрать страдать. Я немножко энтузиаст с этим. Я не знаю, мир, может быть, там 60% людей счастливых. Можете представить, что сейчас полтора процента счастливых людей. И если мы создадим это, если мы увеличим это на столько процентов, и это вы можете увидеть, как мир способствует вам, чтобы вы не чувствовали себя аутсайдером. Вы будете чувствовать, как вы в союзе с миром, с единой. И у вас есть осознанность, что вы капли в океане, и океан искапили одновременно. И это одна из вещей, где заставляет меня продолжать. И дарит мне больше для людей. Когда люди это могут, они могут это понять. Это тогда, когда они поймут. У меня есть что-то другое прямо сейчас. И еще много штук, что определяется нами индивидуально. И как мы должны быть. Никто не может пройти чей-то другой путь. Но этот путь делает настолько... Эти инструменты делают любой путь настолько легче. С того момента, как я был маленьким ребенком. Даже если я там был... Меня били, меня насиловали, меня домогались. У меня много всяких вещей происходило. А, это били за то, что другого суда. О, это было ничто по сравнению с тем, с кем я жил в одном доме. Я всегда знал. Это не должно быть таким образом. Я всегда знал. У меня была женщина, которая... Которая била мое, там, голое мальчиковое тело ремнями. И это не заставило меня ненавидеть всех женщин. Я даже, будучи маленьким ребенком, я не думал, что это, типа, все женщины так делают. Это просто человек, который так делал. Это есть люди, которые так делают просто и все. Я вообще не понимаю. Это не про женщин. Это не про мужчин. Это про людей, которые делают выборы. Это фундаментальная точка зрения. Она может очень помочь, потому что я видел много людей прямо сейчас, которые делают выборы. Я, на самом деле, вижу много людей, которые делают выборы. Они заменяют что-то. Спасибо, корона, за все это. Я был несчастлив до короны. Я сейчас делаю что-то, чтобы изменить это. И я видела много людей, которые пытаются быть более правильными. И я такой, это классно. Выбирайте то, что вы выберете. Несмотря на то, как долго вам нужно это выбрать. И осознайте, что если много есть, ищите, чтобы изменить это, что действительно доступно при этом сейчас. Просто запросите. Просто попросите их проявиться. И такие, привет, осознанность, привет, селение, привет, дух, привет, бог, привет, сыночек, с кем бы вы ни разговаривали, с кем бы вы ни были в единстве. Просто запросите какой-то вклад, способствование, чтобы делать это легче. И есть более 8000 инструментов. Я поделюсь одним последним, что действительно потрясающе. Все в жизни приходит ко мне в легкость, радость и великолепие. Все в жизни приходит ко мне в легкость, радость и великолепие. И если вы скажете это 10 раз утра и 10 раз вечером, ваша жизнь действительно начнет изменяться. Это не про плохие и хорошие вещи. Это осознание того, что дерьмо может случиться, но вся жизнь приходит. То есть, хорошая, плохая и ужасная. Даже плохая и ужасная. Это признание. Это запрос. Это пространство, которое вы открываете для всех из жизни, которые приходят к вам в любви, в радость и великолепие. И я же скажу еще одну последнюю вещь. Это возможно для всех, кто готов это выбрать. Это возможно для всех, кто готов это выбрать. Если университета сегодня, если до завтра, возможно университета завтра, и есть день после этого, и еще много дней после этого, если, я бы сказал, делая выбор «Жить» 20 лет назад, это один из самых потрясающих выборов, которые я сделала. Если вы здесь, там, я надеюсь, что... Просто быть здесь сегодня, я надеюсь, что это видео изменило ваше тело. Это все, что дело так стоит. И вы даже не знаете, как это происходит. Вы можете отметить несколько моментов. О, это работает, это работает. Но фундаментальное изменение, это на самом деле больше, чем ложь, которую вы купили по поводу себя. Даже не осознавали, что вы там. Это то, что помогает. Посмотрите штуку accessconsciousness.com slash you're not alone. Вы не одиноки. Многие псоридаторы делают очень много бесплатных видео. И бесплатных у нас все разумные штуки есть. Я просто хотела сказать. Вся эта штука, что привносит больше легкости, это действительно о чем мы говорим. Это не про правильно-неправильно. Это просто о вас, который вы являетесь собой, наслаждаетесь жизнью, быть собой, и действительно менять мир без даже попыток. Можно поговорить так же про быть собой и менять мир? Да, пожалуйста. И Дэйн автор книги магических молекул. Она все время со мной. И какой-то у меня инструмент используется. Я открываю просто страничку, и он прямо там на этой страничке и применяется к чему бы то ни было. Вы можете ищить быть собой. beingyouchangelyworld.com быть собой меняя мир. Там также есть много языков. Сколько языков там у тебя? Я вообще без понятия. Много языков. И также есть аудиокнига. Я хочу сказать, ты даешь столько много, и столько людей могут найти книгу. Я просто нашла, если я нашла там книгу, там или бары, или ту рассознанность, где-где, в каком бы месте вы ни находили, и это то, что вы можете выбрать для себя прямо сейчас. Просто хотел поделиться еще этой книжкой. «Спасибо». И я благодарен людям, которые рассказывают мне о том, что они там получили от этого. И я такой, «Да, давай сделаем это, давайте». Спасибо тебе большое. Я обожаю тебя. Я люблю тебя тоже. И спасибо. И это фантастический день предотвращения суицида. Хорошего тебе такого дня. Тебе тоже. Столько комментариев, благодарности, ребят, вырулийте вообще. Это действительно очень приятно. Спасибо, моя сестренка, и спасибо всем за то, что вы являетесь подарком. И увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok